Итак, мы встретили Никиту Крылова на турнире по ММА и кикбоксингу. Ты сейчас произвел сенсацию, да? То есть, ваша история с UFC. Вот. Можешь прокомментировать ее? Мы везде читаем, на всяких ресурсах. Ну, я тоже много вижу там высказываний в эту сторону. И многие считают, типа, что это для меня шаг назад или падение там с какой-то высоты. Но я же на это совсем по-другому смотрю. Ведь при желании я мог остаться в UFC, мне предлагали новый контракт. Это факт. Просто мы немного не сошлись по нюансам. Но в голове мысль у меня давно была о том, чтобы порадовать, так сказать, родного зрителя, подраться ближе к дому. Так как российской публике я, в принципе, не особо знаком. Я думаю, что выступления в одном из передовых промоушенов России здорово поднимут меня и конкретно в глазах нашего зрителя. И как раз у меня будет пару-тройку лет для того, чтобы достаточно опыта набить. И как бы уже с новыми амбициями через 2-3 года ворваться в UFC, набить себе трофеев здесь. И как бы там уже покажать, на что я действительно способен. У тебя какой рекорд сейчас профессиональный по шердогу? По шердогу, по-моему, 21-5. А в UFC ты провел 9 боев? В 9 боев, 6-3 в UFC, да. 6-3. Какие у тебя сейчас еще дополнительные цели, задачи? У тебя сейчас освободилось время? Ну, появилось время. Не освободилось. Просто я понимаю, что у меня будет больше промежуток. И я могу должное внимание уделить своему здоровью, восстановлению. У меня накопилось много травм. Какие-то серьезные, какие-то чуть меньше. Но это все нужно убрать, потому что без этого к высоким результатам не прийти. Ну, и, естественно, я могу теперь больше времени проводить с родными, с близкими. Возможно, чаще буду ездить домой. Ну, в целом, я в этом вижу только плюсы. Практически никакой негативной стороны в моей, скажем так, паузе с UFC я не вижу. Если кто-то уже успел расстроиться или разочароваться во мне, то я скажу, что, скорее всего, я буду вас радовать чаще и больше своими боями. И на эти бои будет легче прийти и посмотреть в живую. А что сейчас с Беллатором? Что касается Беллатор, мы общались и с ними также. Но, насколько я понимаю, они сейчас вместе с Федором Емельенко подписали практически всю его команду. И поэтому там и в полутяжелом весе, и в среднем весе есть прибавления. И, возможно, они немного сейчас не готовы принимать еще меня в этот дивизион, Родстер. Поэтому мы смотрим уже на другие промоушены. Что с боем, который, ну, такой анонсировался, обдул Керимов? Ну, как по мне, так и я стал, как минимум, на шаг ближе к проведению этого боя, потому что теперь я точно никому не привязан. А с моим новым руководством, той компанией, где я буду выступать, я думаю, в любом случае получится договориться, потому что, как минимум, мы разговариваем на одном языке. И у нас в стране есть возможность практически напрямую общаться с руководителем промоушена. И общий интерес могу привести к очень приятному завершению. Ясно. Огромное тебе спасибо за интервью, что нашел время прокомментировать, рассказать. Спасибо большое. Никита Грылов специально для Околоспортмедиа. Спасибо. Подписывайтесь, смотрите. Всем привет.